Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Мальчики-налётчики». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Охота на воров. Большой Ник, начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса, ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и унелавимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык. Требятки 2016 года. Группа коррумпированных копов задумывает крупное ограбление. Они понимают, ради алиби им будет нужно убрать кого-то из своих. Фассаж 5. 2011 года. Бывший полицейский Брайан Аконнор вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Мия Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов. Город воров. В Бостоне каждый год происходит более 300 ограблений банков. И большинство профессионалов, специализирующих в этой области, живут в округе под названием Чарльстон, общей площадью 1 квадратная миля. Даг Макрей – один из них. Ограбление на Бейкер-стрит. 2008 года. Фильм основан на реальных событиях, происходивших в Великобритании в 1971 году. После 35 лет забвения мы, наконец, узнаем об одном из самых легендарных ограблений банка в истории Великобритании, когда не было произведено ни единого ареста и не было найдено ни малейшего следа похищенных денег. Налет на банк, на Бейкер-стрит, был инициирован высокопоставленными официальными лицами, пытающимися отобраться до заветной банковской ячейки, в которой хозяйка одного из известнейших борделей Лондона хранила секретную информацию. Теперь запрет на разглашение информации об этом ограблении снят британским правительством, и перед нами открывается красочная, лихо закрученная история, полная тайн, сюрпризов и неожиданных поворотов. 12 друзей Оушена И снова гангстер Дэнни Оушен собирает свою банду профессиональных грабителей и мошенников, в которой появились и новые лица. На этот раз они задумали провернуть три ограбления в крупнейших европейских столицах. Возможно, для этого банде придется разделиться на три группы. Тем временем, владелец казино Терри Бенедикт, которого Оушен со своими приятелями обчистил в Лас-Вегасе, жаждет мести и буквально висит у них на хвосте. Он зол и пытается настигнуть банду, за которой также охотятся агенты Европола и единственный французский конкурент по имени Динер Джекет. Ограбление по-итальянски Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе с своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание – кража золотых слитков, в которых принимает участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технарь Лайл и Чарли – верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, было разыгрено как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством. 11 друзей Оушена После выхода из тюрьмы вора Дэнни Оушена не проходит и 24 часов, а он уже планирует организовать самое сложное ограбление казино в истории. Он хочет украсть 160 миллионов американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти казино принадлежат элегантному и в то же время жестокому дельцу Терри Бенедикту. который только и мечтает о том, чтобы встретиться с бывшей женой Дэнни Оушена – Тесс. Возможно, это только совпадение? А может быть это повод? Всего за одну ночь Дэнни подбирает команду из 11 специалистов, способных совершить эту дерзкую кражу. В команде Оушена оказывается первоклассный карточный шулер, молодой искусный лор-карманник и гениальный разрушитель. Чтобы совершить этот безумный и сложный грабеж, Оушену придется рисковать своей жизнью, однако его почти невыполнимый план может все-таки удастся. Схватка Нил МакКолли – преступник. Один из лучших, если можно так сказать, преступника в Лос-Анджелесе, а быть может и во всей Америке. И работать с ним всегда предпочитают за честь суперпрофессионала криминального мира, но против него выступает Винсент Ханна – детектив, один из лучших в Лос-Анджелесе, а может быть и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего, вероятно, общего у них даже больше, чем отличий, однако они все же стоят по разные стороны закона. Две сильнейшие команды сошлись друг против друга, только речь идет не о спортивном состязании, а о схватке не на жизнь, а на смерть. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!